Книга «Трусливый кот» входит в программу «Начни читать». Уровень первый. Для малышей, которые уже выучили буквы и тренируются складывать из них слова. «Трусливый кот» – сказка. В одном городе жил был кот. Он был очень красивый, весь чёрный, с белой грудкой и белым кончиком хвоста. И как у всякого порядочного кота, у него было имя. Звали его Том. Но, увы, никто никогда не звал его по имени. Все называли его просто Трус. Можешь себе представить? Потому что бедняга Том боялся всего на свете. Мыши, малыши и даже карандаши. Он боялся самолётов. Он боялся поездов. Впрочем, поездов-то как раз следует опасаться даже самым смелым котам. Том боялся мальчишек. А ещё громких звуков, музыки, топота и внезапных хлопков. И тогда, как все другие кошки любят забираться повыше, Том боялся высоты. А высоким ему казалось всё, что было выше кончиков его ушей. Он боялся воздушных змеев. Он боялся зелёных лягушек. Даже самых маленьких лягушат. И, конечно, бедный Том ужасно боялся собак. Да, такого трусливого кота во всём городе больше не было. Как-то вечером Том отправился прогуляться вместе со своими друзьями Рыжиком и Дымком. И вдруг, когда они свернули в переулок, Мимо прошмыгнул мышонок. Давай его поймаем, тут же воскликнул Рыжик. Он-то был самый обычный кот. Давай, согласился Дымок. А Том даже подумать о таком не мог. Ну прекрати, это всего лишь мышонок, выркнул Рыжик. Все кошки охотятся на мышей. И только ты их боишься. А мышонок между тем шмыгнул дырочку в стене и спрятался в доме. Смотрите, тут же дверка для кошек, сказал Рыжик. Давайте проберёмся в дом и поймаем этого наглого мышонка. А может, не надо, заикаясь, проговорил Том. Вдруг там привидение? Пф, только и фыркнул Дымок. А Рыжик объяснил, не бывает привидений, не выдумывай. И коты один за другим пробрались в дом. Куда же подевался этот мышонок, пробормотал себе под нос Рыжик. Он заглянул в комнату, но мышонком там и не пахло. Вон он вдруг закричал Дымок. Наглый мышонок опять проскочил мимо у него под носом. Скорее сюда крикнул Дымок и бросился вниз в подвал. Рыжик с Дымком помчались по крутой лестнице вслед за мышонком. А Том застыл наверху. Ему было страшно спускаться в подвал. Там ступеньки. Вдруг я упаду и разобьюсь, сказал он. А что, если там привидения? В подвале наверняка есть привидения. Том остался наверху. В доме было тихо и по-настоящему жутко. Что-то где-то шуршало, что-то где-то поскрипывало. Эх, лучше бы я пошел с ними, подумал Том. Втроем все-таки не так страшно. А тут я совсем один. И если появится привидение, кто меня спасет? И вдруг. Бах! Том так и подскочил. Но не успел он перевести дух, как тут же послышалось. Бах! 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 Том похолодел от ужаса. Что это? Кто там может быть? С каждым бахом ему делалось все страшнее и страшнее. Ему тут же представился огромный великан-людоед. Точнее, котоед. Наверняка он на завтрак, на обед и на ужин ест упитанных котиков. А Том был как раз полнеупитанным котиком. Дымок сюда скорее заверещал Том. Там в комнате великан-котоед. Дымок примчался из подвала и прошел в комнату совершенно бесшумно. Все кошки ходят совершенно бесшумно. Темноты Дымок тоже не боялся. Кошки ведь прекрасно видят в темноте. Да не бойся, сказал Дымок. Смотри, это все. На дрожащих лапах Том подошел поближе. В самом деле хозяева оставили окно открытым. Ветер раскачивал раму, и она то и дело хлопала. Бах! 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 Ну нельзя же быть таким трусом, фыркнул Дымок. Сиди тут и жди нас, а мы поймаем этого мышонка и вернемся. С этими словами Дымок убежал в подвал. А Том опять остался один в темном доме, где все было такое чужое, незнакомое и непонятное. С каждой минутой ему становилось все страшнее. И тут внезапно послышалось жуткое завывание. У-у-у-у! Оно доносилось из ванной. У Тома шерсть встала дыбом. Кто это? Кто там пискнул Том? Но кто бы ему ответил? Друзья были далеко. А Том слушал этот жуткий воеву, и ему становилось все страшнее и страшнее. Наверняка это привидение, которое мучает маленьких котиков, решил Том и со всех лап бросился к подвальной двери. «Рыжик! Рыжик! Скорее там привидение!» В ванной закричало. Дымок только фыркнул, а Рыжик пошел проверять, что на этот раз напугало их трусливого друга. Рыжик прокрался в ванную. Привидению он не верил, но мало ли что, осторожность никогда не повредит. «Это просто ветер!» объявил Рыжик и указал лапой на вентиляционную решетку. «Зачем ты только меня отвлек? Я почти поймал мышонка!» Ну, прости! Смущенно промотал Том. «Но ведь это могло быть привидение!» «Не могло! Привидений не бывает!» строго повторил Рыжик. «И великанов-котоедов тоже!» «Прекрати выдумывать всякую ерунду! Просто позор, а не кот!» И Рыжик пошел обратно в подвал продолжать охоту. В конце концов поймать мышонка для кота – дело чести. А Том опять остался один одинешенек. И вдруг он увидел, как штора в комнате зашевелилась, потом вздыбилась. За шторой кто-то был. Заледенев от ужаса, Том смотрел на шторы, ему становилось все страшнее и страшнее. Том тут же представил, как за шторой притаилось чудовище. Ужасное, зубастое, даже страшно подумать какое. «Скорее, Дымок, сюда!» – завопил Том. «Ерунда, не мешай нам охотиться!» – ответил Дымок. Так страшно Тому еще никогда не было. Это во мне просто какие-то звуки. За шторой точно кто-то был. «Рыжик!» – заорал Том. «Сюда!» – тут огромное чудовище, правда! Самое настоящее чудовище! И еще немного, и оно меня съест!» «Ерунда!» – крикнул Рыжик. «Чудовищ не бывает!» Том дрожал, как осиновый лист. Что было делать? Друзья ему не поверили, а чудовище пробиралось все ближе. Все ближе и ближе и ближе. Еще немного, и оно наступит Тому на хвост. От ужаса Том не мог даже пошевелиться. И тут чудовище в самом деле наступило Тому на хвост. И споткнулась, и запуталась в шторе. Штора сорвалась и окутала чудовище. Чудовище барахталось, барахталось, и запутывалось все больше, и, наконец, бубух, рухнуло на пол. Грохот был такой громкий, что даже в подвале дымок и Рыжик его услышали и смекнули. Что-то произошло. Они тут же забыли про мышонка и помчались наверх. И тут входная дверь открылась. Вернулась хозяйка дома. «Кисы? Что вы здесь делаете?» Удивилась она. Чудовище под шторой зашевелилось, ткань переподнялась, и все увидели, что это вовсе не чудовище и не привидение, и даже не великан-котает, а самый обычный воришка. Хозяйка дома вызвала полицию, на воришку надели наручники и увезли. А хозяйка погладила Тома. «Ай да кот!» – поймал преступника. Том очень удивился. Ему было приятно, что его хвалят. И вдруг он впервые в жизни почувствовал себя храбрым. Хозяйка дома подарила Тому много-много вкусной кошачьей еды, а друзья его похвалили, да еще рассказали всем знакомым котам, как Том поймал преступника. С тех пор никто не звал Тома тросом, да и сам он больше ничего не боялся. Ни лягушек, ни собак, ни мышей, ни воздушных змеев. Разве что привидений немножко. Вдруг они все-таки существуют? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok